МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба Талерады компании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии Натальи Игнаценко. Добрый день. Глядите в этом выпуске. Сегодня на посаджении Аблы-Канкама затверджен проект прогноза социально-экономичного развития и проект бюджета региона на наступный год. Сегодня у Беларуси означается День энергетика. Кто самый Талиновитый? У 19-й раз у Гомеля пройшел творчий форум «Зимовая веселка». И больше подрабязна об этом не только. На сегодняшнем посаджении Гомельского Аблы-Канкама затверджен проект прогноза социально-экономичного развития и проект бюджета региона на наступный год. Особливые спадзевания связываются с полной загрузкой Мазырского нафтоперопроцеджего завода по величайям поставок продукции БМЗ и дейностью мяса молочной галины. Олег Синцеров протягнет. Прогнозные показчики по особенности той минимум, на які повинна ввысья экономика региона в наступном годі. При этом усе разумеють, в 2017-й буде вельміне простым. Шмат буде залежить от внешних факторов, але і на місцах працюється працювати більш напружено, чим в сьоліта. У наступному годі колькость основных показчиков, які доводяться до в області, крыху знизіться. Олег, це не значить, що для реалізації задач спотребиться менші намагання. Причім, як і сьоліта, головний показчик – головы региональний продукт, по яким можна мерковать обгоняй ситуацій в економіці. ВРП – це основной показатель, валовий региональний продукт, который должен обеспечити рост не менше, чем 101,3%. Це создання нових рабочих місць за счет, в тому числі, развития малого бізнеса, тому що в небольших районах потрібно іниційувати создання, в первую очередь, небольших предприятий за счет малого і середнього бізнеса. Це, конечно, безусловно, сокращення затрат для того, щоб бути конкурентноспособними на внешніх ринках і розвивати експорт. Ми, країна, експорт-оріентированна, є і остаємся. Це основні направлени, над которими нам необхідно буде роботати. Кончаткові війніки цього року будуть підведені пізні, але вже зараз можна казати, що більшість показчиків в Гомельській області виконує. Причім, багато сьоліта залежить від приватного сектора, який по некоторых позиціях може бути прикладом і для державних підприємствів. Той же експорт товару тут на третій більші літочніка. Горж, становився на Гомельщині, з експортом послуг, у вініку скорочення поставок российської сировини, можливості одного з основних експортерів підприємства «Транснафтопродукт» не дозагружені, як і Мазерського нафтоперепроцювчого заводу. Поставки с нефтаним сырьем для МНПЗ. Безусловно, ми рассчитываем, що цей вопрос в найближайші дні решиться. Паэтаму і область получат толчок, і ми зможемо рассчитувати на більші високі результати. Яшчадна сфера, на яку у наступному годі буде звернута більш пільна увага – м'ясо-молочне підприємстві. На російській ринці у раніших об'ємах мають намер вернуться перапроцювчіки з Рогачіва і Калінківичу. Для того ж, становчі лынкі повинні принесі проведені модернізація гадзіны. В цьому гаду построено і введено ряд нових молочно-таварних ферм. Паэтаму, ми рассчитываем, і здесь вони будуть поступателі наращувати об'ємі і выходити не тільки на традиційний ринок Росії, но і на ринки Дальній Дуги, Азії і Ближнього Востока. Паэтаму і здесь теж. Ну і на все остальні предприєця нашого промышленного комплексу. Считаємо, що десь вже вийти із сложной ситуації і на траєкторію росту Белорусський металургічний завод. Ну і весь наш промышленний комплекс тоже должен двигатися вперед, закрепляя то, що змогли дістичь в цьому году. Олег Сентюров, Вадя Райгапанько, Телераду і компанія «Гомель». Сьогодні у Гомелью знагородзіли спортсменів і тренера в області, які досягнули значних выніків на 31-х летніх олимпийських і 15-х паралімпийських гульнях у Ре-де-Жанейро. На гэтых спаборніствах спортсмены Гомельськай в області отрималі 4 узнагороды. Гэта лепший пакашчик серед областей і города Мінска. Згодна з указом президента Белорусі, уліку інших працтавніку Україны, наші олимпійцы отрималі дзержавные узнагороды. Пад час ушановування у Гомельі спортсменами і їх тренером уручили гонорові грамоти обласного виконавчого комітета і обласного савета депутатів. А так само премії Аблвиканкама і представництва національного олимпійського комітета по Гомельськай в області. Олимпіада – це єдинний старт, можна сказати, к чому готовиться спортсмен уже целенаправленно. І туди попасть мечтають кожні. І попасть в фінал – це ще більше. Взять медаль, підняться на п'єдесталь, щоб піднімався флаг твоїй країни. Це, звісно, дуже здорово. Всігда хочеться лучшого, але в зв'язку з обстоятельствами, які в нашій команді, що ми були без тренера, без, як сказати, без підтримки, можна так сказати, я вважаю, що ми зробили по максимуму і дуже раді. Будем готовіться к Токио, посмотрим. Сьогодні у Беларусі означається День енергетика. Гэта свята усіх, хто зв'язані со створенням і обслугованням системы цяплення і освітлення. Головнім вартавніком енергобяспеки нашого регіона з'являється Руб Гомелі Нерха. Сьогодні професійна свята більш як 8 тисяч ягодсупрацовнікаў. Гомельська ТЭЦ-2 – одна із крупніших теплоэлектроцентралі страны. 24 часа в сутки, круглый год, без перерывов і праздників. Служне оборудовання под неусыпным контролем. На ТЭЦ трудиться більше 700 человек. От них зависит немало немало енергобезопасність обласного центра. Зимой две трети Гомеля получають тепло і свет именно отсюда. Летом ТЭЦ обслуживає весь город. Теплоэлектроцентраль всегда считалась одной із передових в стране. Здесь постоянно работають над тем, що раніше называлось реценализаторством, а сьогодні – інновациями. Многі новшества осваивают первими. Быстрее остальных начали готовиться к оводу Беларусской АЭС. В связи со строительством Беларусской атомной электростанції изменяється структура енергопотреблений в республіке. В связи с этим на Гомельське ТЭЦ-2 был успешно реализован пилотний проект установки двух электродних водогрейных котлов с суммарной мощностью 80 мегаватт, которые будут использоваться в ночное время при прохождении минимума электрических нагрузок. Мы первые сделали эти электрокотлы, и опыт внедрения и эксплуатации этих электрокотлов будет уже использоваться другими электростанциями при внедрении аналогичного оборудования. В декабре Гомельская ТЭЦ-2 отмечает 30-летний юбилей. Она начала работать в сложное для страны время. В 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной станции энергобезопасность Гомеля была под угрозой. На новую теплоэлектроцентраль возлагали большие надежды, и гомельские энергетики их оправдали на все сто. Пуск блока, я как сейчас у меня перед глазами стоит, даже и верится, что уже прошло 30 лет. Знаменательное событие, это как раз дефицит электроэнергии был после Чернобыльской аварии. Поэтому он очень необходим был, и республика все силы бросила на скорейший пуск этого блока. Юбилей ТЭЦ-2 отметили праздничным вечером. В зале те, кто долгие годы обеспечивал бесперебойную эффективную работу объекта, и те, от кого сегодня зависит энергобезопасность областного центра. Гомельская ТЭЦ-2 – важная, но всего лишь часть большого предприятия. Гомель Энерго – единый сложный технологический комплекс. Он включает электростанции, котельные, трансформаторные подстанции, электрические и тепловые сети. Все они десятилетиями работают качественно и бесперебойно. Об этом заботятся более 8 тысяч человек. Профессиональный праздник они встречают на работе. В этот день, как и в любой другой, энергобезопасность региона под надежной защитой. Я бы хотел поздравить весь коллектив, также пожелать успехов в дальнейшем, здоровья, чтобы мы все задачи, которые сложнейшие перед нами сегодня ставят и правительство, и наше руководство, всегда выполняли в срок и хорошо. Значение труда энергетиков трудно переоценить. Их работа в прямом смысле приносит в наши дома тепло и свет. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Зимовая веселка заиграла новыми фарбами. У «Гомель» пройшел областный форум студентских талентов. У делу им приняли команды 7 высшейших научных установ региона. За ходом яркого и ведовищного шоу назирала Ганна Каральчук. Областный форум талиновитых студентов проходит уже 19 раз. Каждый университет представляет программу с лучших номеров первокурсника. Аналогов мероприемства Украины нема. Про его ведут и за межами региону, и даже за межами республики. За эти годы фестиваль стал культурным брендом. И з'является одной из самых чаканных падзей года у студентским асяродзе. На суд журы команды представляют оригинальные творчые программы с танцевальных, вокальных и театрализованных номеров. На выступление отводится 15 хвилин. В этом году в формате мероприемства з'явились пэлные нововведения. И конкуренция помеж командами стала еще больше вострой. В этом году мы все-таки решили прийти к тому, что это должно быть гран-при. Будет главный победитель, это и стимулирует команды более качественной подготовки. Это площадка, на которой мы можем увидеть эту талантливую молодежь, чтобы ее заметить и выполнить, наверное, одну из своих основных функций – это поиск и поддержка талантливой молодежи. Журы с 7 человек, это ведомые творчые особи региона и керовники мастацких установ. Им нужно вызначить самые креативные сценичные решения. Сярод главных критериев оценки – раскрытие сюжетной линии, умения у дзельника упевнено триматься на сцене и узровень их выканальницкого майстерства. Я участвую в инструментальном номере, также танцую и пою вокальный номер. Это помогает проявить себя, показать свою личность. Мы веселые ребята. Кожную команду склали самые талиновитые представники у всех ВНУ. Тому без узнагарот никто не застался. У танца хлебший признана команда Мазирского педагогического университета. Самые музычные – студенты ГТТУ имя Сухого. Самую оригинальную программу представил ГДУ имя Франциска Скарыны. Усе призы у индивидуальных номинациях забрали будущие медики. Гран-при отримала команда Белдута, якая представила программу «Украине Цудов». Мы всегда придем на помощь в трудную минуту. Может, в трудный час? Нет, час это много. В трудную минуту. Наступный год для фестивалю – юбилейный. Организаторы плануют запросить до Узелу и российские ВНУ, чтобы зимовая веселка стала международной. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем подеев «Гомелей» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин